Продолжение следует... Девчонки, а у нас сегодня на обед что там? Борщ, да, мы наливаем? И макароны с мясом. И макароны с мясом. Вчера рассольник был. Тоже очень вкусный. А кто готовит, не знаете, откуда привозят? Ой, не знаю, чем. Не знаете? Да. Девочки все, ребята говорят, все вкусно. Вкусно, да, вкусно готовят. Вот им привезли готовые. Они сами себя обслуживают. Девчонки вон всем наливают. Все кормят. Не первое, второе. Да, я вот смотрю, там зелень есть, да? А, только в обед. Раз в обед кормят. Раз в обед. А завтра дают консервы, ну, дают консервы. А, горячая в обед только, да? Первое, второе в обед. Утром консервы, там, ну, такого, кто что свое пьет. А на ужин? На ужин тоже консервы, печенья. В общем, кто что привезет. Вот, привезли мои печенья, да, люди чаю попьют. Не жалуются, да. Еще остается, что, ну, с обеда остается первое, второе. Бывает на вечер, на ужин. Ну, у них он микроволновочка есть, да, они погрели. Хлебушек, тесноте, да, не лови. Да. По крайней мере, тихо. На улице и тихо, такого уже нет. И вот, там, они так, у них там очень помогают, конечно. Каждый день или чем? Ну, не, вчера с Москвы приезжали тоже. Поцелы очень помогают, у нас, отверстили, да, беломайские, когда они у меня, отверстили, 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 отверстили. И в Шахтерской, Карменина тоже, что очень помогают. Там, да, много. Слава Богу. Красава. Да как вас бросить? Теломайские тоже волонтеры привозили, еду нам. Как вас бросить, когда мы вас так ждали? Получается, Артемовске самое большее людей просто, волос. А? В Артемовске самое большее людей. Еще там есть, да, еще надо забирать. А как же их вывозить? Ну, сейчас уже город под нами, а теперь их будут как-то вывозить. А там же все равно долго. Да, все равно проверяют дома, все заново, все подвалы. И находят, и сюда везут. Или разнимутся. Потому что центр уже давно у нас как освободили, да. Вот мы, наш район, Юзелено, самый последний. А до сих пор с центра людей еще вывозят. А, еще же людей вывозят из центра. А вы из конца и уже тут получились? Да, вот мы ближе к часа дня. Ну, я помню, да, там они этот перекресток, самый врачный. Да, это нас как раз дом как раз под обстрелами срочно. У нас как раз слаживался, нас стоят всем. Жажда, как раз. Вы тоже в подвале сидите, пока все это? По началу, когда Украина начала выпить по домам, мы спустились, начали в подвале. В нем, конечно, подымали. А зачем они-то по домам долбили? Я понимаю, ладно, наши заходят. Ну, чтоб, как они говорят, чтоб боялись люди, пригонялись нас, чтоб мы уезжали. А, это они вас таким образом выгоняли на свою территорию? Да. А мы могли разносить дома своим людям, чтоб они... Да, они так и гешили. А потом, конечно, уже под конец это, конечно, это ужас. Я в шоке, все просто. Они, как сказали, вы вообще здесь не должны были находиться. Не должны были все жить. Когда? Мы говорим, мы уезжали, говорят, куча денег, на работу не берут. А, то есть вы уезжали на Украину, да? Да, и некуда деться, там, квартиры снимают, да? А ЭПВР вам такой там ничего не организовывали? А, 2000. Нет, такого нет, 2000, чтоб пересенадцать оплатили. Такие родственники мои. Так они же эвакуацию делали, вот женщины рассказывают, что они делали эвакуацию в сторону Украины. Ну, а раз делаешь эвакуацию, ты же понимаешь, что у людей нету ничего, значит им надо дать, ну, хотя бы вот дом предоставить. Ну, родственники, но они сказали в садике, пожалуйста, бесплатно живите. Ну, вот стоят так же, но тут уже грубо, как в садике, скажем, помещение. Да, и на родственники у них, по-моему, нет. И родственники еще тоже так и не пристроены до сих пор, получается, на работу идут. Почему они берут на работу? Как они сказали, с Донбасса. И что? Ну, вот. У них, говорят, вы войну сами хотели. Вот так вот, слушай, вывезут и потом еще и там тебя гнобят, это вообще-то как? Ну, конечно, многим повезут. Ну, я поняла. Спасибо. Спасибо. Спасибо.